Вопросы по Васту. Привет, друзья, с вами канал Арт Васту, и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Давайте посмотрим. Дарья, здравствуйте. Можно вас попросить сформировать такой пост, где вот собраны все ссылки о приобретении различного рода артефактов. Я на некоторые вопросы здесь уже отвечала в самом начале, когда пост только вышел, потому что я понимала, что ближайшую неделю и более ответов не будет, и на небольшие вопросы я уже отвечала. Я тут пишу, что я сама об этом думаю, но еще не знаю, как это внедрить. Дальше. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, камни для коррекции зон оттока должны быть именно морские или речные? Камни. Живем вблизи Финского залива, на берегах островов есть такие камни, можно ли их использовать? Есть еще такие камни, есть в карьерах, но там берем песок, берем песок для строительства, в песке встречается много овальных камней. Можно ли их использовать, которые в песке? Картиночка. Смотрите, если камни овальные, это значит, что они в какой-то момент своего существования были обточены водой. Было это сейчас или сколько-то там времени назад, это неважно, нам подходит любой вариант. Если они лежали в воде и обточились, это значит, что в них содержится элемент воды. Камни это элемент земли, то есть если они обточены водой, значит в них уже два элемента получается. Любые, в общем, камни вот такой овальной формы со скругленными уголками нам подходят по размеру. Я смотрю, размеры здесь отличные просто, камни отличные. Я уже ответила, что да, камни подходят, берите. Хотим построить гараж на северном углу участка, но сомневаемся. Улица на северо-востоке, дом на северо-восточном углу. Хотелось бы услышать совета. Начала увлекаться вастум по видео. Осветлилась с севера, с северо-восток в доме. Пока резких изменений не делаю. Так, гараж на северном углу участка плохая идея. Нет, гараж это утяжеление. Он сам постройка, плюс там будет стоять тяжелая машина. То есть это только в сектора оттока. Если выбирать из всех приточных секторов, то тогда север-запад. Меньше всего, вреда будет меньше. Если выбирать между севером, северо-востоком, востоком и северо-западом, тогда северо-запад. Но лучше отток. Запад, запад, юго-запад, юг, юго-восток. Сюда можно. Так. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на каком расположении? При таком расположении нужно все корректировать. Я уже у входной двери разместил 20 килограмм камней. В комнате сына гиря. В комнате сына получается 30 килограмм. Над входной дверью приклею символ солнца. При таком расположении. Север. В комнате сына. В комнате сына. А, комната сына. Комната сына вижу. А где там при входе? Что там он разместил? У входной двери 20 килограмм камней. В комнате сына гиря 16 плюс гантели. Так. Еще раз. При входной двери 20 килограмм. Так, входная дверь у нас на юго-западе. Правильно? Веранда. Вроде бы веранда 20 килограмм. В комнате сына почему-то у нас 30 килограмм. Давайте вспомним нашу формулу. Юго-запад и юг мы утяжеляем сильнее всего. То есть, если здесь в каждом вы кладете по 20. Юго-запад 20. Юг 20. То тогда на западе вы кладете меньше. То есть, например, 10-12. Соответственно, перетаскивайте, распределяйте вес. Посмотрите мое видео про сектора тока. Там про эту формулу хорошо говорится. Как это важно. Соблюсти пропорцию. Но вам этого веса мало. Юго-запад и юг вам надо приближать к 100 килограммам. Юго-запад и юг по 100. Соответственно, вам нужно не просто в комнату сына класть вес. А именно в западный кусочек. То есть, вы не можете в северо-запад класть вес. Иначе вы портите себе путешествие и все остальное. Поэтому именно вот в этот маленький кусочек вы кладете. То есть, юг-юго-запад по 100. Здесь килограмм 75. И равномерно. То есть, юг-юго-запад важнее. И, ну, то есть, вы тут если по 20 положите, соответственно, здесь 10, например. Потом вот здесь вы здесь докладываете и на запад докладываете. Все равномерно. Там какая-то еще у вас эта карта приложена. Ой, я по такой даже смотреть. Я не понимаю, как. Пожалуйста, да, стройте карту, как я прошу. Потому что мне так, конечно, проще. Можно по любой карте сделать назначение. Но тогда больше рисков, что вы недостаточно подробно прослушали мое видео. Где-то неправильно, не до конца правильно построили. И я вам дам коррекции, рекомендации. А они вам навредят. И чтобы вот этого не было, я прошу строить по моему видео. Потому что тогда вы внимательно все переслушиваете, пересматриваете, вникаете. И вероятность ошибки, она минимальна становится. Так, вопрос-то какие? Нужно ли все корректировать при таком расположении? Поняла. Над входной дверью приклеиваю символ солнца. Так, про символ солнца я не знаю. Но я там в этом видео рассказываю, что... А, где же рассказывают, как корректировать сектора? А, ну в этом видео, да, я и рассказываю, что мы корректируем отточность сектора. Да, вход корректируем еще подвесными деревянными пирамидами, кроме веса. На юге, вот здесь вот, юго-востоке у вас окно. Сюда еще пленку, тоже деревянные подвесы. Про вес уже поговорили. На западе тоже окно деревянные подвесы или из фанеры. И пленку. Все по моим видео, там все подробненько рассказано. Давайте остальное посмотрим. На северо-западе лестница. Вот это вот, куда? Это окно или что это? Если окно тут, то хорошо. Можно вот здесь вот еще по этой стене на северо-западе где-то воткнуть зеркало. Будет хорошо. Или гирлянду какую-то шлепнуть белого цвета. Света, белого света. Так, ну у вас смотрите. Гараж был пристроен на севере, северо-западе. Вот в этой части по-хорошему гараж нужно откорректировать. Вот по вот этой части север-северо-запад по-хорошему вам вот тут в плинтус положить жемчуг серебро. Вот так в линию по всей, не доходя до запада. То есть, например, вот север и половиночку северо-запада. Вот так в плинтус жемчуг и серебро. И гирлянду свет белый. Вот здесь побольше. Побольше света. Потому что, чтобы нам открыть здесь приток, потому что нам гараж все закрывает. Но на западе хорошо, что у нас гараж. И мы все-таки учитываем, что погрешность, какая-то построение в Асту-карте есть. Поэтому мы жемчуг и серебро вот сюда до запада не доводим. Давайте на половиночку сектора будет достаточно. Вот так жемчуг и серебро. И свет белый. Котельная на северо-востоке. Ага, вижу. А, что-то да, вы про это спрашивали. Котельную на северо-востоке вы обходите жемчугом и серебром. Если она вот здесь по Асту-карте залезает на восток, значит, с этой восточной стороны вы ее обходите медью и кораллами. Я рассказывала в коррекциях востока, как это делать. То есть вы обходите все это дело вот так вокруг в этом секторе. Жемчуг и серебро. Вот здесь кораллы и медь. Ну, вот с этой стороны рубинами не обязательно. Я думаю, что здесь это все-таки у нас еще северо-восток. Поэтому здесь тоже жемчуг и серебро. Вот так у вас. Дальше. Так, приклеиваюсь ему. Не знаю ничего про солнце, не помню. Построил дом, не знаю ничего о Васту. Что теперь делать, как корректировать? А, ну вот, на плане. Построили вы его на западе? Ну, это не самый худший вариант. Был бы худший, если бы он стоял на севере или на востоке, или на северо-востоке. У вас он все-таки на северо-западе. Это не самый плохой вариант. Значит, смотрите, вот с этой стороны от дома, где север-северо-восток, вам нужно максимально держать свободное пространство. Ничего здесь не строить, никаких построек. Легкое, чтобы было все открытое, свободное, и уровень земли ниже. А вот здесь, за домом, и вот здесь, на юге-юго-западе, вы делаете все постройки, все, что вам нужно. И уровень земли должен быть выше. Выше и загруженнее. То есть, что-то вы там про деревья, помню, писали. Вот все вот сюда, в отток. Вот. И все нормально. Как бы это не самый худший вариант. Не паникуйте из-за этого. Бывает, что дом стоит вот здесь, либо вот здесь, либо вот здесь, а вот здесь пустота. Вот это место, главное, хорошо загрузите. Вот это, получается, юг, юго-запад, юго-восток. Вот. Вот это место хорошо загрузите и поднимите здесь уровень земли. По-хорошему сюда перенести гараж. Вот. Это было бы идеально, если бы вы... Какую-то хотя бы летнюю площадку для машин здесь сделать, чтобы утяжелять еще машиной. Так. Купили квартиру для сдачи в аренду. Вопрос, проблемы из-за входа на северо-западе у мужчин? Будут у квартиры съемщика или у хозяина. Хотелось бы разбор с корректировкой. Ну, жалко, что сами не построили, потому что если вы повернули ее не так, как я прошу, а если вам это планер повернул, забыл, как это... Вастумок вам сам, если повернул. Видите, углы обрезаны. Почему прошу, чтобы вы сами строили. Так. У кого будут проблемы? Во-первых, вход не северо-западный, а юго-западный. Вы там опечатались. Юго-западный. Смотрите. Больше всего на нас влияет та квартира, в которой мы живем. Но те квартиры, которые у вас в собственности, они тоже на нас влияют, но меньше. Больше влиять будет, конечно, на тех, кто в этой квартире живет. То есть на квартиру съемщика. Но смотрите, у вас все приточные окна. Окна хорошие. И вообще, в принципе, обычно в том строительстве, которое у нас существует, я еще не видела варианта, чтобы можно было купить квартиру, где и приточные окна, и вход в хорошем месте. Обычно либо приточные окна, либо и вход в оттоке. Либо наоборот. Какой вариант здесь лучше, это сложно уже решать. Нужно решать в каждом конкретном случае. Поэтому здесь довольно хорошая форма, небольшой срез. Срез в нарушении формы небольшой, вот в этих местах. И три приточных окна. Поэтому не так все плохо. Да, юго-западный вход очень плохой, и нужно его обязательно максимально корректировать, даже если вы сдаете эту квартиру, потому что вашему, кто у вас снимает, ему будет тяжело все время вам выплачивать деньги. И у него будут все время сложности в жизни. И поэтому лучше вам его откорректировать. Как минимум, я рассказываю все это, как корректировать сектора оттока. Там все есть, утяжеление, деревянные подвесы. Вот. На что еще здесь обратить внимание при расположении спальных мест? Посмотрите, в брахмастан попадает почти вся комната. Если вы здесь поставите спальное место, и тут будет спать человек, он все время будет в позиции жертвы. Опять же, если ваш клиент, кто у вас снимает, будет в позиции жертвы, то есть, соответственно, к нему он будет нервно дерган, и к нему деньги будут идти через пень-колоду, он будет все время на все жаловаться, и у него будут все время какие-то еще и поломки в доме происходить. То есть, ну, вам это точно будет не хорошо. Даже если здесь будет ребенок, а взрослый будет вот здесь, потому что я так понимаю, что кухня у нас вот здесь, на востоке, юго-востоке. Ребенку тоже не очень хорошо. Никакой родитель не будет счастлив, если у него ребенок в позиции жертвы. Соответственно, надо попробовать спальню, само в спальное место переместить куда-то еще. Скорее всего, вот это основная спальня, я так понимаю. Здесь, смотрите, сектор северо-запад, север и запад. Если вы поставите кровать на северо-западе, то возможно, что ваши жильцы будут в этой квартире, долго не будут жить, особенно, если у них еще будет открыт вот это вот. то есть, к ним много будет как бы денег приходить, но это все будет утекать сквозь пальцы. И из-за того, что кровать стоит на северо-западе, и возможно, что ваши квартиры-съемщики будут быстро меняться. Если вы хотите на длительный период сдавать, то ставьте им кровать, поставьте ее впихнуть вот сюда, в западный сектор. Вот. Ну, первоначальным как бы моментом это самое главное. Так, что по вопросам у нас все. Хотела еще сказать такой момент. Я, когда устраивала эту рубрику, мне было интересно отвечать на вопросы. Я понимаю, что вопросы важно иметь место, где можно задать, потому что видео-видео, но когда немножко отличается, мы что-то недопоняли. Может быть, я не очень хорошо объяснила, мне важно, если мне придет несколько вопросов на одну и ту же тему, я пойму, что я рассказала что-то не так и сниму отдельное видео, где дам пояснение. Это важно. Вот. Но у меня так получается сейчас, что я иногда в рубрике вопрос-ответ практически делаю разбор объекта со назначениями всех коррекций. Это не совсем правильно и не совсем, как это сказать, по отношению к тем людям, которые приходят на консультацию за деньги. То есть, это не совсем равнозначно получается. Там люди деньги заплатили, получили экспресс-консультацию, на которой я даже как бы выдаю карту с назначениями и практически с ними лично не обсуждаю все. Вот. И здесь люди, которые просто пришли задать вопрос, но при этом получили полную консультацию. то есть, но это не совсем корректно. Вот. Поэтому, да и вообще есть такая тема с обмен отдавать-принимать, баланс должен быть. Поэтому то, что мы где-то бесплатно получаем, это нам потом может, не может, а всегда выходит боком. Поэтому, да, не обязательно здесь же дать ответную как бы реакцию. Все равно бывает, знаете как, вы в одном месте кому-то помогли, этот человек помог в ответ не вам, а кому-то другому. Так тоже можно, так тоже работает, вот это будет экологично. Вот. Я это к чему говорю, никого конкретно я не имею в виду, я просто говорю к тому, что моя задумка, она оказалась не совсем такой, как я хотела, и я не могу сказать, что я стопроцентно хорошо себя в этом чувствую. поэтому есть вероятность, что я либо изменю рубрику, либо уберу ее совсем. Поэтому, если у вас есть вопросы, не тяните, задавайте их сейчас. Сейчас приходите и под следующим постом, который я сейчас опубликую, под ним задавайте вопрос, потому что есть вероятность, что я изменю свое мнение и рубрика уйдет. Поэтому, чтобы вам потом не было обидно, приходите, сейчас продолжайте пост, если висит с вопросами бесплатными, оставляйте, обязательно на него сделаю обзорчик. Вот, а с вами был канал ArtVastu, увидимся в следующем видео.